Ну и на эту сцену поднимается участник номер один в нашем свободном микрофоне-марафоне, под ваш аплодисмент, конечно же, Ренат Мирказов. Встречайте! В эти дни у нас проходит матч на пельце мира по шахматам, знаете, наверное, да? И у российских шахматистов хорошая возможность сейчас свернуть корону для России обратно. И поэтому я сегодня хочу прочитать два стихотворения о шахматах. Одно чужое и не свое, и одно свое. Первое стихотворение Решетова, Алексея. Окошки вроде желтых клеток для шахмат. И по ним порой передвигается нелепо разбитый шахматный король. Его ладьи лежат в пучинах, и офицеры спят в земле. Его жену, чужой мужчина, увез в серебряном коне. Он злосмешку и насмешку теперь встречает на пути. Ах, если б маленькую пешку у края пропасти найти. Одно из тех, что и без денег, и без дворцовой суеты. Тобой живет, тобою делит все беды шахматной игры. Все считают шахматист что-то типа финансистов. Весь продуманный такой умник, калькулятор злой. Но ведь это все не так. Шахматы, как рифма в такт. Ведь играет только тот, кто душой с доской живет. Для кого король живой, ферзь, как витязь молодой. Конь-пегас и слон-боец, пешка партии-венец. Для кого игра поэма, а победа, как дилемма. Цель не выиграть, задушить, а всем сердцем полюбить. И я хочу сегодня прочитать такой стих в трене. У художников есть такие картины, они строятся путем наложения друг на друга. Может быть кто-нибудь видел, у Сальвадора Делиз в частности есть, когда одна картина на нее сверху ложится, вторая, третья, а в целом получается цельное произведение совершенно независимое. Я подумал, что в принципе, может быть, можно что-то сделать и со стихами в поэзии. То есть взять одно стих в трене, второе, третье, потом их вместе сложить, и получается цельное отдельное произведение. Вот. Поэтому три такие зарисовки небольшие. Матер-морта. Первая называется «Кот». Возле вазы на столе жирный кот храпит во сне. Дремлет хищная душа, съев несчастного мыша. Растянулась, как хотела это милое мне тело. Ушки чутко шевелятся, носит сладкое обниматься. Второе такое. Натюр-морт. Под картиной на стене отражается в вине яблоко и груша, поросячья туша. Подытожить можно смело, Натюр-морт на то и дело. Можно только удивляться, Живопись и яй родняться. И третье. Такое. Горничная. От дивана в стороне Женщина сидит на мне. Да чего ж ты хороша, Горничная клуша. Уработалась, вспотела, Секса с милым захотела. Как у вас все получаться Прибираться и стараться. А теперь все вместе. И получается такая картина. Возле ваза на столе, Под картиной на стене, От дивана в стороне Жирный кот храпит во сне. Отражается в вине Женщина сидит на мне. Дремлет хищная душа, Яблоко и груша. Да чего ж ты хороша, Съев несчастного мыша, Поросячья туша, Горничная клуша. Растянулась, как хотела, Подытожить можно смело, Уработалась, вспотела. Это милое мне тело, Натюрморт в натуре дело, Секса с милым захотела. Ушки чутко шевеляться, Можно только удивляться, Как у вас все получаться, Носик сладкой обниматься, Жизнь я. Живопись и яйц родняться, Прибираться и стараться. Спасибо. Ренат Миргазов это был. Ну, что ж, да?